Сегодня речь пойдет о характере. Скажите, характер. Характер — самый важный элемент, определяющий очень многое в жизни. Ваш характер был сформирован еще тогда, в прошлом, услышанными вами словами и образом вашего мышления. Ваш характер будет зависеть от того, с кем вы проводили свою жизнь и какие слова они говорили, формируя ваше мышление. Именно поэтому Бог поступил с Авраамом именно так, как поступил с ним. Уйди из своего дома, от своей семьи, из дома своего отца, и я поведу тебя туда, где ты должен быть. Уйди от тех, кто влияет на формирование твоего мышления. Уйди оттуда, где ты слышишь их слова, потому что в конечном итоге слова, которые ты слышишь и которые определяют твое мышление, сформируют твой характер. Давайте определим, что такое благочестивый характер. Благочестивый характер — это когда человек поступает правильно, потому что это правильно. Вы должны знать, что такое благочестивый характер. Благочестивый характер — это когда мы поступаем правильно. Это правильные поступки, не потому что мир поступает правильно. Ваше представление о правильности тех или иных поступков не должно основываться на том, как поступают окружающие вас люди, или на ценностях и нормах, установленных обществом. Общество порой утверждает. Я слышу это, я слышал это сегодня в ток-шоу. Вот что говорит общество. Институт брака был уместен, может быть, лет 20 назад, но времена изменились. Если в обществе найдется достаточно людей, которые с этим согласятся, такое понимание станет нормой, и представление о том, что хорошо, а что плохо, будет основываться на том, что считается нормой в обществе. Друзья, трудно выразить, насколько это неправильно. Понимание добра и зла не должно зависеть от норм и ценностей общества, а должно основываться на Божьем Слове и Боге, который знает, что такое хорошо и что такое плохо, потому что эти понятия изначально были им созданы. И мы, христиане, должны научиться делать то, что правильно, а не то, что считается нормой. Не все то, что называет нормой, является нормой. Кто бы ни говорил. Сегодня я не проповедую, сегодня я говорю. Благочестивый характер — это когда мы поступаем правильно, но нельзя основывать свое представление о правильности поступков на собственном ощущении. Представление о правильности должно основываться на Божьем Слове. Бог создал вас и дал вам руководство по эксплуатации, чтобы вы знали, что правильно, а что нет. Но многие говорят, «Мне кажется, что Бог не будет против, если я буду жить с этой женщиной. Главное, чтобы я с ней не спал». Я не думаю, что Бог будет здесь возражать как-то особо. Какая разница, что вам кажется? Откройте Библию и узнайте, что правильно, а что нет. А потом поступайте правильно, исходя из Библии. Есть нечто в добрачном сожительстве, что разрушает последующий брак. Но если Библию вы не читаете, то свое представление о правильности своих поступков вы будете основывать на своих ощущениях об их правильности. А ваше ощущение, ваше мнение, ваше представление о правильности этих поступков является результатом тех слов, которые вы слышали от окружающих вас людей. Мышление, которое было сформировано в вас. Эмоции в результате этого мышления. Решение, которое вы приняли на основании этих эмоций и привычек, которые сформировались, теперь диктуют вам, что правильно, а что нет, на основании непонятно чего. Да чего угодно, но только не Божьего Слова. Я не понимал, в чем проблема. Когда был в старших классах, я не понимал, почему нельзя приходить домой в 2 часа ночи. Ведь если идешь на вечеринку, то к часу 30 все только начинается. Но у моего отца были другие принципы на этот счет. Библию он не знал. Но различал добро и зло, исходя из своего воспитания. У нас больше ничего и не было. У нас не было проповедника, который бы объяснил нам истину. Мы поступали так, как считали правильным на тот момент. У моего отца были очень серьезные понятия на этот счет, потому что он был полицейским. И всегда опасался, что кто-то нам может сделать что-то плохое. Если на часах было 12, я знал, что мне нужно спешить домой, потому что в противном случае мой отец сойдет с ума, и мне достанется. Мой отец не знал, что нельзя воспитывать детей в страхе. О таком не слышал. Мой отец был страшен в гневе. С ним шутки были плохи. И однажды я попытался перечить отцу, и он посмотрел на меня так, что я сразу понял, если еще раз попробую, он меня просто убьет. И я больше никогда не пробовал ему возражать. Вот как он думал, если придешь поздно, я не буду разговаривать с тобой. Я не буду заниматься душепопечением. Я не буду говорить о двух крайностях, чтобы помочь тебе понять, что значит правильное решение. Мой отец не верил во все это. Это как моя жена, которая сегодня сказала моей старшей дочери, не буди во мне твоего дедушку со стороны отца. Вы должны понимать, что мы выросли не в таких семьях, где говорят, у тебя проблема, давай поговорим и все обсудим. У наших родителей на все эти разговоры времени не хватало. Они просто задавали нам хорошую трепку. И ни у кого из нас не возникало мысли позвонить в полицию и сообщить о жестоком обращении с детьми. Вот однажды я сидел рядом с отцом, и он просматривал мои оценки за четверть. У меня были не очень хорошие оценки. По-моему, была тройка по алгебре, что ли. Он сказал, тебе нужно потянуть по алгебре. Я сказал, поверить не могу, что я это сказал. Ты бы и такую оценку получить не смог. В следующее мгновение я вспомнил, как однажды пришел домой за полночь. И вдруг как-то темно стало вокруг. Я так и не понял, что произошло. Следующее, что помню, это поднялся я с пола с жуткой болью с правой стороны лица. Поверить не мог, что он отправит меня в нокаут. И, конечно, вы понимаете, что таких глупостей я в жизни больше никогда не совершал. Может быть, метод не совсем правильный, но зато весьма результативен. Моя жена иногда говорит, пора вернуть твоего отца в этот дом. Мне надоела пустая болтовня. Итак, сегодня речь пойдет о характере. Давайте продолжим этот разговор. Я полагал, что ничего плохого нет в том, чтобы вернуться домой в два часа ночи. Но это было неприемлемым для моего отца. Не соответствовало его стандартам. И мне пришлось изменить свои представления о правильности, чтобы они соответствовали не моим, а его стандартам. Знаете, как говорят, можешь поступать, как хочешь, когда перестанешь жить в моем доме, но пока ты в моем доме, ешь мою еду, спишь на моей кровати и пьешь мою воду, будешь поступать по-моему. Вот что я хочу объяснить. То же самое можно отнести и к Богу, и Его Слову. Нельзя основывать свое представление о том, что хорошо, а что плохо, на каком-то другом источнике, кроме этого. Каким бы ни было наше мнение, каким бы ни было наше представление. Обладать благочестивым характером значит поступать правильно. И не только совершать правильные поступки, но и совершать правильные поступки правильно. Понимаете? Совершать правильные поступки правильно. Вы совершаете правильные поступки и совершаете их правильно. Аллелуя! Характер делает на один шаг дальше. Не только совершать правильные поступки, а когда вы совершаете правильный поступок, вы должны совершать его так, чтобы этот поступок был во благо другим людям. Совершать правильные поступки ради других. Совершать правильные поступки, потому что это правильно. Приходить на работу вовремя, не тратить на обед больше отведенного для этого времени, поступать правильно не потому, что иначе у вас будут неприятности. или, скажем, вы идете в банк, и вам дают лишние 50 долларов, и вы становитесь перед выбором поступить правильно и проявить качество благочестивого характера или пойти на поводу своего представления, что правильно, а что нет. Уйдете ли вы из банка с лишними 50-10 долларами, которые не принадлежат вам со словами «Отец Небесный, слава Господу, наконец-то пришло Твое благословение». «Благо Господь! Пришло время жатвы!» Это неправильно. Или вы вернетесь и скажете, «Вы дали мне лишние 50 долларов». Я сейчас смотрю на некоторых из вас, у которых такое выражение лица. Или вы вернетесь и скажете, «Вы дали мне лишние 50 долларов, и я хочу их вам вернуть». Почему вы так поступаете? Потому что это правильно. Большинство людей не поймут такого поступка. Меня всегда обдирают все подряд. Почему бы и мне сейчас не сделать это же? Хотя бы разок. А потому что вы человек с благочестивым характером. Вы поступаете правильно, потому что это правильно. Вы правильно совершаете правильные поступки. Вы поступаете правильно, потому что это правильно. Потому что это правильно. Слава Богу, что есть люди, которые так правильно поступают По одной только причине, потому что это правильно И потом вы начнете просветать Бог не может не заметить такого поступка И обязательно сделает для вас что-то особенное Вы идете в гостиницу Скажем, ваше имя Владлен И там у них красивые полотенца с буквой В И вы думаете, я прихвачу несколько полотенец с собой Потому что они будут хорошо смотреться в моей ванной Ведь это подарок от Господа Смотрите, даже мои инициалы вышиты на этих полотенцах Кроме того, у них так много полотенец Я видел целую стопку на тележке, когда возвращался в свой номер Заберу-ка я полотенце Да и мыло еще подберу Мыло всегда может пригодиться У них там и так полно денег Возьму все мыло, что есть в ванной, да и тюбик из зубной пастой В общем, все, что смогу, заберу А какие симпатичные вешалки в этом шкафчике Как раз для моего костюма Вешалку, пожалуй, тоже прихвачу Разве это человек с благочестивым характером? Помню однажды, у меня не было ни одной вешалки в номере Но я был убежден, что должен способствовать процветанию окружающих Я позвонил и сказал У меня нет плечиков, но мне нужны плечики И я оставлю вам 50 долларов за них Я знаю, что плечики не могут стоить 50 долларов Я предпочел заплатить 50 долларов Потому что считаю, что все мои поступки Должны способствовать преуспеванию окружающих Я хочу, чтобы когда Бог будет оценивать мой характер Он увидел, что я готов к дальнейшему продвижению Мне не нужно продвижение, которое может дать человек Мне нужно то продвижение, которое может дать только Бог А Бог всегда смотрит на характер человека Прежде чем поднять его на следующий уровень А вы, взяв машину на прокат, не жалеете ее, потому что она не ваша машина Ижете покрышки И ездите с поднятым ручником А потом компания, у которой вы взяли машину на прокат Тратит деньги, чтобы ее отремонтировать Все потому, что вы человек не с благочестивым характером Человек с благочестивым характером поступает правильно, потому что это правильно Я так поступаю, потому что это правильно Может быть, вы с кем-то встречаетесь Вы не состоите в браке, вы холосты И правильно рассказать ей о том, что она должна знать Потому что это правильно Потому что это правильно Правильно рассказать ей, что у вас есть еще две девушки, а она третья Это правильно, друзья Это правильно Правильно Я сказал, это правильно Приятель, это правильно Друг мой, это правильно Люди с благочестивым характером поступают правильно только потому, что это правильно. Нужно поступать правильно не потому, что так поступают другие, и не потому, что о вас могут сказать люди. Те, кто имеет благочестивый характер, поступают правильно только потому, что это правильно. Человек с благочестивым характером поступает правильно во благо всем, кто его окружает. Нужно совершать правильные поступки и совершать их правильно. Вы можете спросить, почему это так важно? Послушайте, вы никогда не подниметесь выше своего характера. Вы никогда не подниметесь выше своего характера. Вы останавливаетесь на границе вашего характера. И до тех пор, пока вы не избавитесь от этих ограничений в вашем характере, вы не избавитесь от этих недостатков, И значит, вы не сможете подняться в определенных сферах своей жизни еще выше. Есть люди с образованием, со связями, и вроде делают все правильно, но из-за характера не могут подняться. Не могут подняться выше ограничений своего характера. Бог может дать вам только такое помазание, которое будет соответствовать вашему характеру. Уровень вашего характера определяет уровень вашего помазания. Уровень вашего характера определяет уровень вашего преуспевания. Уровень вашего характера определяет уровень вашей духовности. И если в последние пять лет вашей жизни вы не замечали роста, взгляните на свой характер, потому что именно характер ограничивает людей. Не дьявол, а недостатки характера. Понимаете? Я излагаю с любовью, вы заметили, да? Вы должны оценить свой характер. Это очень важно, друзья. И даже духовные, духовные конфликты не прекратятся до тех пор, пока в нашем сердце не сформируется характер Иисуса. Есть люди, когда бы ты их не встретил, у них всегда какой-то кризис. И думаешь, «Боже мой, наверное, дьявол ему двоюродный брат». Враг не сможет войти в вашу жизнь, если нет открытых дверей для него. А зачастую мы открываем дьяволу дверь в своем характере, причем сами делаем это. Именно туда он и проникает. Он может появиться там, где есть нездержанность. Он может появиться там, где не хватает власти над плотью. Он может появиться там, где продолжается блуд и обман. Дьявол может проникнуть в вашу жизнь через любую трещину в вашем характере. Духовные конфликты не прекратятся до тех пор, пока в наших сердцах не сформируется характер Иисуса. Однажды в одной из своих проповедей я сказал, «Когда дьявол поймет, что его атаки против вас не оттолкнули вас от Бога, а напротив приблизили вас к Господу, когда он увидит, что его искушение и его давление приводят лишь к тому, что вы все больше обретаете качество характера Иисуса Христа, враг отступит, потому что не захочет, чтобы все его усилия способствовали вашему развитию, которое ведет к его поражению». И поэтому мы должны использовать все искушения, все трудности и препятствия как гантели, которые развивают наш характер. Мы должны заставлять себя поступать правильно, потому что это правильно, даже если по плоти мы не хотим так поступать. Если вы в больнице, и у вас родился малыш, вам дают всякие пластмассовые бутылочки, можно мне их забрать? А вы за них заплатили? А, ну да, конечно, забирайте. Так что сначала узнайте, заплатили ли вы за них или нет. Не очень популярная проповедь, не правда ли? Некоторые из вас, наверное, думают, тут только что все испортил, теперь я чувствую себя полностью виноватым. Но, друзья, так важно, чтобы у вас был благочестивый характер. Талант и характер — это не одно и то же. Прежде чем я объясню, что характер и обаяние не одно и то же, давайте я скажу вот как. Можно быть обаятельным и при этом не обладать благочестивым характером. Обаяние — это лишь наживка. Обаяние — это то, какие вы в данный момент, чтобы чего-то добиться в будущем. Вот что такое обаяние. Обаяние — это когда человек готов сделать все, что угодно, говорить как надо, поступать как надо, вести себя как надо. Это и есть обаяние. А когда я получу желаемое, я вернусь к своему характеру. Вы настоящие — это то, как вы себя ведете постоянно. А вы обаятельны — это то, каким вы хотите показаться другим, чтобы получить, например, работу. И когда ко мне на собеседование приходит человек, я знаю, что он понимает. Сейчас ему нужно быть обаятельным. И он отделся соответственно этому случаю. Ему нужно говорить определенным образом, сидеть определенным образом. Но иногда я люблю задавать вопросы, выявляющие характер. Характер гораздо важнее всего остального в человеке. Послушайте, ваш талант — это дар, а характер — это решение. Талант — это дар, характер же — это решение. Поймите, что у вас может быть талант, который на самом деле есть помазание. Если у вас есть талант, значит, у вас есть и помазание. Вы называете его талантом, потому что вам за это платят. Но на самом деле это помазание, которое дал вам Бог на благо Божьего Царства. Аминь? Характер Иисуса можно выразить одним словом, друзья. Любовь. Одно слово. Любовь. И он желает увидеть проявление этой любви. Многие люди стремятся к власти и помазанию, но без благочестивого характера помазание будет очень быстро извращено и утрачено. Даже власть, лидерские способности — это характер плюс стратегия. Вот что такое лидерство. Это не только стратегия, это характер. Это характер. Благочестивый характер — это когда вы поступаете правильно и во благо окружающих вас людей. Обладать благочестивым характером значит поступать правильно, потому что это правильно. Потому что это правильно. Однажды я спросил у Господа, Отец, как развить в себе такой характер? Если у человека есть недостатки характера, но он желает развить в своем характере благочестивое качество, как ему этого добиться? Очень просто. Мы создаем характер всеми принимаемыми нами решениями. Мы создаем характер всеми решениями, которые принимаем. С одной стороны, у вас Божье Слово, с другой — мирские понятия. Каким будет ваш характер? Мы создаем характер всеми решениями, которые принимаем постоянно. Каждый день в вашей жизни предоставляет вам возможность принимать решения. Сегодня у вас будут возможности принимать решения. Вам придется решать, вернуть деньги или положить себе в кошелек. Вам придется решать, забрать все зубочистки со стола после обеда в ресторане, или оставить их на столе, наносить таким образом урон ресторану или нет. Так какие решения вы принимаете? Какие решения вы принимаете как муж? Какие решения вы принимаете как жена? Следуете ли вы Божьим принципам? Поступаете ли с Божьей любовью? Проявляете ли качество характера Иисуса Христа, который служит вам примером? Когда мы принимаем решения, то творим свой характер. Характер не появляется из ниоткуда. Характер создан нашими решениями. В заключении хочу прочесть отрывок из книги пророка Даниила. Меня поражает свершение Даниила. Он был великим человеком. Вы можете прочитать этот отрывок во второй книге пророка Даниила, в 48 стихе. Потрясающий человек, поступки, решения. Здесь мы видим поступки Даниила. Итак, это вторая глава, 48 стих книги пророка Даниила. Так вот, тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Когда читаешь это, прежде всего хочется узнать, как же он, Даниил, смог достичь такого величия. В современном обществе все хотят начинать сверху. Сразу, сверху. Никто не желает знать, с чего начинали великие. Сверху начинают лишь те, кто роет яму. Я хочу узнать, что этот человек делал, что было у него в характере. Потому что тогда я узнаю секрет успеха. И смогу узнать, каким должен быть мой характер, чтобы мне достичь успеха. Я знаю, что невозможно подняться выше характера. Я хочу знать, каким был его характер. Ведь секрет любого успешного человека в его характере... Давайте вернемся в одни испытания. Посмотрим, как поступил Даниил, когда подвергался искушениям в одни царей Вавилонских. Давайте посмотрим, как он вел себя во время испытаний и искушений. Он проявил несколько черт в своем характере. Итак, испытания. Первое. Его характер проявлялся в отношении к питанию. Он проявлял свой характер в пище. Он отказывался от нечистой пищи. И питался только овощами. Я рисую себе эту картину. Брат Оскар принес тарелку свиных ребрышек. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. А Даниил говорит, спасибо, но я обойдусь овощами. Я буду правильно поступать по отношению к своему организму. Разве это не проявление сильного характера, когда человек правильно обращается со своим организмом? Человек заботится о своем здоровье. Вы согласны? Это правильно. Ведь это тоже проявление характера, правильно обращаться со своим организмом. И вот что меня осенило. Разве я смогу победить врага, если я не смог устоять перед пончиком? Победы в духовной сфере порой невозможны без побед в физической сфере. Разве Адам и Ева могли остаться царями земли, если не смогли устоять перед соблазном съесть какой-то фрукт? Вот чему мы должны научить своих детей. Мы должны научить их господствовать над своей жизнью. Мы должны научить их управлять своей жизнью, чтобы кто-то другой не смог управлять их жизнью. Мы должны научить их, чтобы они не были слабыми мужьями, порабощенными своими женами. Или научить девочку, чтобы, став женой, она не мирилась с побоями и издевательствами от своего мужа. Нужно научить ее управлять собой. Я начал думать об этом. Как я смогу сделать это, если не могу устоять перед куском сахара? Но я принял решение, и уже много лет остаюсь Ему верен. Я принял решение, и уже много лет остаюсь Ему верен. Второе. Его характер проявлялся в Его поступках. Он воздал Богу славу за дар толкования снов. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, давайте воздадим Ему за это славу. Не будем приписывать себе Его достижения. Третье. Даниил проявлял свой характер, оставаясь честным человеком. Он был исключительно честным человеком. Он говорил правду, даже если эта правда была непопулярной. А вы готовы стать непопулярными ради того, чтобы остаться на стороне Иисуса Христа? А Даниил пошел на это. Четвертое. Характер Даниила проявлялся в дисциплинированности. Он продолжал молиться ежедневно, несмотря на то, что это представляло угрозу для его жизни. Он проявлял характер в своей дисциплинированности. Чтобы регулярно молиться, нужно иметь сильный характер. Чтобы регулярно молиться, нужно иметь сильный характер. Даже если... Его жизни угрожает опасность, и ему запретили молиться. Даниил все равно сказал, молиться правильно. Пятое. Характер Даниила проявился в благочестии. Его не интересовали взятки, потому что он был благочестивым. Шестое. Характер Даниила проявлялся в убеждениях. Он оставался верен своим убеждениям и друзьям, даже когда достиг вершины своей карьеры. Кризис не всегда способствует формированию характера, но зато его вскрывает. Бывают моменты, когда человеку нужно выбирать, следовать за Богом или идти на компромисс с дьяволом. Но то, ради чего вы пошли на компромисс с дьяволом, вы рано или поздно потеряете. Всякий раз, когда лидер продолжает поступать благочестиво, он становится сильнее. Характер — это больше, чем слова. Это поступки. У меня не было возможности выбирать родителей. У меня не было возможности выбирать цвет кожи. Я не выбирал, в каком городе родиться. Но я могу выбрать, каким будет мой характер. И вы создаете свой характер всякий раз, когда принимаете решение, причем верное решение. Давайте склоним головы, пожалуйста. Склоним головы и закроем глаза. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы хотим работать над Своим характером. Молись, чтобы Ты обратился к присутствующим и показал им те сферы их жизни и характера, которые нуждаются во внимании. Мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты любишь нас. Мы уверены, что Ты любишь нас. Мы уверены в этом.